Всем добрый день, меня зовут Наталья Невзорова и сегодня мы с вами будем тестировать вот эту тональную основу, новиночку Giordani Gold, которую я уже попробовала, мне она очень-очень понравилась. Шикарная тональная основа, антивозрастная, с пребиотической сывороткой. Что такое пребиотическая сыворотка? Она укрепляет кожный барьер, улучшая качество клеток кожи и ее структуру. Еще в состав тональной основы входит натуральный экстракт лотоса, помогает создать шелковистое, гладкое покрытие, питает кожу, улучшает ее качество. В состав тональной основы входят цветные пигменты, которые создают естественное покрытие с влажным финишем. Тональная основа шикарная, мне очень она понравилась. Представлена она в пяти оттенках. Флакон тональной основы выглядит вот так, он стал гладким. Если раньше антивозрастная тональная основа была в шероховатом флаконе, то сейчас флакончик очень гладкий, с красивым колпачком и точно так же с помпой, как и в прошлых тональных основах. Обращаю ваше внимание, что тональная основа антивозрастная не содержит SPF фактор, нету обозначений здесь, поэтому обязательно нужно использовать крем с высоким фактором защиты. Сейчас мы рассмотрим, как правильно называются эти тональные основы. Итак, 413-27, это у нас ванильный холодный оттенок. 413-28, это у нас оттенок фарфор, тоже холодный оттенок. Дальше идет 413-29 оттенок слоновая кость и вот два практически теплых оттенка, это бежевый теплый 413-30 и 413-31, это теплая корица. То есть, если сравнивать с оттенком слоновая кость, то вот смотрите, видите, разница какая. Ну и вот так выглядят свотчи этой тональной основы. Оттенок у нас ваниль, фарфор, слоновая кость, теплый беж и корица. Так, пробуем. Сейчас нанесем. Потом я покажу вам еще качество тональной основы. И последний оттенок. Вот такие у нас цвета получились. Если подбирать тональную основу мне, в принципе, все три первых оттенка мне подходят, но больше всех подходит второй и третий. То есть, это фарфор и слоновая кость. Если хорошо растушевать, они будут вообще практически незаметны. Эта тональная основа не относится к разряду стойких тональных основ. А сейчас я попробую два оттенка. Нанесу себе на лицо. Для того, чтобы вы могли посмотреть, как ложится эта тональная основа. Я возьму два оттенка, которые мне подходят больше всего. Это оттенок фарфор и оттенок слоновой кости. Нанесу их на разные половины лица. Так вот, я взяла два оттенка. Буду наносить вот таким спонжем. И на одну половину, вот на эту я наношу фарфоровый. Я наношу сейчас без праймера. Значит, чем эта тональная основа еще примечательна? Ее можно наносить на область вокруг глаз, потому что она не дает реакции. Вот у меня, например, очистительные глаза. Если мне тональная основа попадает в глаза, то я потом все, мне надо обязательно идти умываться. С этой тональной основой у меня нет состояния дискомфорта. Значит, я хочу вам доказать, что при хорошем, при хорошей растушевке, вы можете брать любой тон и наносить. Разница будет небольшая, потому что иногда говорят, вот я там не знаю, какой тон взять, да берите любой. Вот нанесен у меня фарфор сейчас. Теперь я беру слоновую кость. Наношу слоновую кость на другую половину лица. Наношу слоновую кость на другую сторону. так смотрим видите ли вы разницу особо незаметно теперь я возьму бежевый оттенок и попробую сделать контуринг беру бежевый оттенок и попробую сделать контуринг беру бежевый оттенок и разбирать посмотрите как отлично ложится это тональная основа а теперь я возьму самый светлый тон нанесу его под глаза это ваниль так вот смотрите что получилось прекрасно растушевывается отлично ложится шикарная тональная основа и не надо припудривать лицо получается очень красивый финиш и так пробуем стереть тональную основу держится хорошо теперь влажной кубочкой стираем она достаточно неплохо неплохо по стойкости но не от нас не относится к разряду стойких тональных основ очищающим средством по уходу за лицом вы ее точно смотрите то есть не надо покупать средства для водостойкого макияжа заказывайте обязательно тональную основу все нужные ссылки найдете под видео с вами была Наталья Невсорова всем пока пока